Под сводами кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского вновь звучит хоровое пение. Лучшие коллективы региона и приглашенные гости в традиционном рождественском хоровом соборе принимают участие почти 350 солистов совершенно разного возраста. По моему ощущению это очень мощно, масштабно. И когда с тобой дирижирует такой профессионал, это, наверное, большая ответственность. Вот лично для меня и для нашего хора. Мы сегодня исполняем и отче наш, и веру произведения современного композитора Жарова. И также мы исполняем вещи сводного хора здесь, непосредственно Бортнянского и других. И, конечно, потрясающие сами произведения. И такие вещи хочется петь и молиться. В статусе гостей собора в этом году сразу три хора из других регионов страны. Это камерный хор из Барнаула, это архиерейский хор из Саратова под руководством ректора Саратской консерватории Александра Германовича Занорина. А также хор под руководством Татьяны Арамовны Ждановой, легендарного хоровика из города Москва. Я хочу огромную благодарность выразить митрополиту и митрополии Нижегородской за такую высочайшую организацию этого мероприятия и популяризацию церковно-певческого искусства. И, конечно, вот само настроение, вот это вот поистине соборность. В храме трудно найти свободное место, послушать духовные песни. Это и классика, и творчество современных авторов пришли сотни горожан. Это затрагивает, да, и струн души, и вообще, может быть, по-другому воспитан, но он тянет сюда, и очень интересно, и душевно. Я люблю русское пение, и особенно вот хоровое пение, это же так заряжает, и энергия добрая идет. В программе Рождественского хорового собора 30 композиций. Все как на одном дыхании. Сергей Щеплякин, Виталий Кудрявцев. Время новостей.